Школа в Тельвиске будет готова к середине сентября. Сегодня подрядчик, компания «Стройуниверсал», проводит внутреннюю отделку, завозит технику для пищеблока, необходимую мебель и оборудование, благоустраивают территорию вокруг здания. Насколько готов новострой сегодня, увидели представители делегации администрации округа и Заполярного района во главе с губернатором. Игорь Кошин посидел две сельские стройки и пообщался с населением. Двухэтажное здание внушительных размеров привлекает внимание сразу. Стройки такого масштаба в селе Тельвиска еще не было. Общая площадь помещений – более 3,5 тысяч квадратных метров. Вместимость – 100 учеников. Стоимость проекта – более 278 миллионов рублей. Начинка школы тоже впечатляет. Спортивный зал, помещение для кружков, класс для занятий домоводством, кабинет по обработке ткани, мастерская для трудового обучения, кабинет индивидуальных занятий, музей, медицинский блок. Все это станет доступно школьникам Тельвиски уже скоро. Подрядчик, компания «Строй универсал», работает почти по графику и планирует сдать объект к середине сентября. В сроке мы успеваем. Единственное, что ждем ТП, проблема, возникшая в июне месяце, и решаем ее. Но под санкцией просто было, что 2 июня выдали только проект по изготовлению. И вот на заводе получаем 17 августа. Только вот эти под санкции пока привезем, пока смонтируем до 10 сентября. Я говорю, вот 10-5 заканчивать будем. Сегодня на объекте работают 25 человек. Помимо отделочных работ и благоустройства, им предстоит установить локальные очистные сооружения. Этот вопрос возник после принятия новых правил санитарной безопасности, когда школа уже строилась. Изначально предполагалось вывозить отходы на полигон. Но теперь в проект необходимо вносить изменения и включать септик. Подрядчик работает над техническим решением проблемы. Вторая стройка, которую посетила делегация – 12-квартирный дом. Строить его начали еще в 2011-м. Но свои обязательства Наринмар-Окергаз выполнить не смог. Новый контракт в мае 2017-го заключен с ремонтно-строительной компанией Ненецкого округа. «Основные работы, я уже повторюсь, это благоустройство, отделочные работы, непосредственно закрыть тепловой контур здания, это окна, двери, межкомнатные, входные, также утепление перекрытий, утепление части фасада. Мы еще успели до Распутицы завести большую часть материала. Крупный габарит мы завезли на днях. То есть, вы уже видите, благоустройство идет полным ходом. На борже привезли сюда, разгрузили». Дом для социального найма должны сдать в декабре текущего года. Сегодня в очереди по этому направлению числится 31 семья. Если бы не подрядчик, который затянул процесс строительства и длительная процедура расторжения контракта, сельчане получили бы новое жилье еще в 2014 году. «Проблема в том, что как только подрядчик не успевает сдавать срок, мы договорились и с нашими строителями, и с руководством Тополевого района, о том, что год прошел этот цикл. Если не сдают, тогда надо идти на разрыв контрактов. Иначе мы будем получать такую головную боль, как по школе в Красном. Если многоквартирный дом удастся сдать в сроки, список долгостроев Ненецкого округа сократится на одну единицу. Сегодня в этом списке два десятка строений, в основном социального значения. Общая сумма вложений в стройки, которые уже несколько лет числятся как незавершенные, превышает 3 миллиарда рублей. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север».